Всем привет, друзья! На связи мой компьютер и у микрофона Ирбис. Блок питания – такая же важная часть компьютера, как материнская плата или процессор. Поэтому нет ничего удивительного в том, что про них сочиняют различные мифы. И ладно бы они были безвредными, но нет. Некоторые из них серьезно угрожают безопасности вашего компьютера. Поэтому сегодня мы сделали для вас подборку из 8 самых популярных мифов о блоках питания. Поехали! Первый миф. Чем блок питания тяжелее, тем он лучше. Бородатый и усатый миф, который тянется еще из 90-х, при этом имеет под собой разумное объяснение. В те времена, как в принципе и сейчас, зачастую, чтобы сэкономить на элементах внутри блока питания, вместо них ставили перемычки и убирали оказавшиеся ненужными радиаторы. Очевидно, что это снижало вес конечного продукта. Поэтому чем тяжелее были блоки, тем меньше на них экономили производители, распаивая больше CMD-компонентов и ставя больше радиаторов. Но сейчас это уже не так. Во-первых, сильно различаются сами корпуса блоков питания, как по длине, так и по весу. Во-вторых, появились сертификации, самые лучшие из которых имеют настолько высокий КПД, что могут обходиться вообще без вентиляторов и с минимальным количеством радиаторов. А это, опять же, существенно влияет на вес. Поэтому сейчас обращать внимание на вес не стоит, только на реальные обзоры и тесты. Миф номер два. Блок питания нужно брать с большим запасом. К сожалению, достаточно распространенный и вредный миф. В пару к какому-нибудь Core i3 и GTX 1050 могут поставить блок питания вот так на 700. Причем, так как денег на такую сборку обычно выделяется мало, блок питания берется самый дешевый. В итоге он не нагружен и наполовину, зато вполне может сгореть от пары перепадов напряжения в сети, ибо производитель сэкономил на всех возможных защитах. Поэтому лучше всего воспользоваться специальными калькуляторами для расчета мощности блока питания. В них можно указать свои комплектующие, наличие разгона и то, как активно будет эксплуатироваться компьютер. В результате вы получите приблизительную потребляемую мощность всех компонентов. После этого достаточно прибавить ватт 100-150 и выбирать блок питания с полученным значением мощности. Третий миф. Сертификат 80 плюс гарантирует качество. Очень распространенный миф. Дескать, если блок имеет высокий КПД, то он сделан из качественных комплектующих. К сожалению, на деле все работает наоборот. Качественные комплектующие, конечно, дадут высокий КПД, но его можно получить и куда более простым способом. Сделать хорошую высоковольтную часть и пару необходимых защит. И у-ля-ля! Ваш блок питания имеет КПД выше 80% и получает бронзовый сертификат. Так, например, и сделала AeroCool в печально известных блоках KSAS. Да, они действительно имеют КПД и защиты, необходимые для получения данного стандарта. Но элементная база там оставляет желать лучшего. Поэтому выбирать блок питания нужно по обзорам. Вполне может быть, что блочок без сертификата 80 плюс будет иметь куда более качественную элементную базу, чем распиаренные блоки с бронзовым сертификатом. Ну а что касается разницы в КПД, вам действительно экономия в 30-40 ватт важнее качества? Думаю, вряд ли. Четвертый миф. Сколько ватт написано на блоке, столько он и выдаст. Наверняка многие из вас встречали в магазинах блоки питания за 2,5-3 тысячи рублей с мощностью аж в 700 ватт. Возникает вопрос, а как такое может быть? На самом деле очень просто. Во-первых, общая мощность блока питания не значит абсолютно ничего. Да, именно так. Основные потребители работают по линии 12 вольт. Поэтому именно на максимальный ток по ней и нужно смотреть. И сюрприз, там мы получаем обычно ватт 600-650. Во-вторых, зачастую при нагрузках уже выше 400-500 ватт напряжение по линии 12 вольт на таких блоках питания провалится ниже допустимых 11,4 вольт. Разумеется, это не значит, что у вас резко перестанет работать видеокарта или процессор, но всё же это будет работа за пределами официально допустимого диапазона. И что хуже всего, обычно такие блоки используют групповую стабилизацию. Так что пытаясь поднять напряжение по 12 вольтной линии, блок питания сильно задерёт напряжение и по трёх, и по пяти, которые нагружены в современных ПК куда слабее. Это опять же нехорошо. В итоге вы никого не обманете, покупая такой блок питания. Скорее только себе сделаете хуже. Так что при выборе блока питания не обращаем внимания на красивые большие циферки мощности на коробке, а идём и читаем обзоры с реальными тестами. Миф номер пять. Использование японской элементной базы не всегда хорошо. Пожалуй, все знают, что японская электроника это круто, и радиолюбители очень высоко отзываются о японских конденсаторах. Казалось бы, в чём тогда миф? Беда в том, что хватает производителей, которые пишут про использование японских компонентов, и на деле действительно распаивают на плате парочку конденсаторов от Ничикон. А вот все остальные элементы используются китайские, в лучшем случае среднего качества. И в итоге общее качество блока питания оказывается такое себе. Поэтому уж если решили себе брать качественный блок питания, следите за тем, чтобы абсолютно все его конденсаторы имели высокое качество, ибо выход из строя всего одного из них вполне может привести к поломке вашего блока. Шестой миф. Если вы используете источник бесперебойного питания, можно экономить на блоке питания. Источник бесперебойного питания давно уже перестал быть редкостью. Их часто можно увидеть в офисах и домах, где временами выключают свет. И бытует такое мнение, что раз вы используете бесперебойник, то он возьмёт на себя весь удар, и можно брать хоть корпусный блок питания. На деле всё немножко иначе. Да, бесперебойник убережёт от внешних проблем типа скачка напряжения в сети, но не стоит забывать и о внутренних. Так на плате вполне может произойти короткое замыкание. И если блок питания не имеет защиты от него, вы вполне сможете своими глазами наблюдать, как плавится оплётка ваших проводов. И это в лучшем случае. Поэтому рассматривайте бесперебойники только как возможность корректно выключить компьютер при исчезновении электричества и не более того. Блок питания же в любом случае должен быть нафарширован защитами по максимуму. Седьмой миф. Чем больше линий 12 вольт, тем лучше. Достаточно свежий миф, причём имеющий сторонников по разные стороны баррикад. Одни говорят, что хорошо иметь только одну линию 12 вольт, другие, что чем больше, тем лучше. На практике, как обычно, правда где-то в другой стороне. В подавляющем большинстве блоков питания линии 12 вольт виртуальные. Что это значит? Допустим, ваш блок питания может выдать ток в 40 ампер по 12 вольтной линии. Что может сделать производитель? Он может вывести их одной линией, а может разбить, например, на 2 по 20 ампер. Как происходит разбиение? Установка обычного шунта на каждую из линий, которая не даст увеличить ток выше 20 ампер. Зачем это делать? Всё просто. Например, чтобы не перегрузить провода. Поэтому на практике количество линий ни на что не влияет, и обращать внимание на него не стоит. И наш последний, восьмой миф. Не хватает или нет нужных пинов у блока питания? Не проблема. Используем переходники, скрепки и так далее. Знакомая ситуация. Обновили материнскую плату или видеокарту. А у блока питания нет нужных пинов для их запитывания. И так сойдёт. На выбор есть переходники с дополнительными 4, 6 или даже 8 пин с питанием от Молекс. Скрепки для замыкания двух пинов на видеокарте, дабы они думали, что установлен 8-пин штекер. И брали 150 ватт, а не 75. Ну и другие кастомные решения, проблемы с недостатком пинов. Всё это, конечно, прекрасно, но, как вы уже догадались, так делать категорически не рекомендуется. Во-первых, сам блок питания может банально не выдать нужную мощность при использовании таких переходников, что в лучшем случае вызовет просадки по 12-вольтной линии. Во-вторых, могут не выдержать нерассчитанные на это провода и коннекторы. Они будут греться и даже плавиться. Что же делать, если вы попали в такую ситуацию? Увы, выход только один. Идти и брать блок питания со всеми нужными пинами. А если такой возможности нет и вы вынуждены использовать переходники, старайтесь не сильно нагружать процессор и видеокарту, ибо в противном случае вам придется брать не только новый блок питания. Как видите, мифов про блоки питания хватает. Вы знаете какие-нибудь ещё? Тогда обязательно пишите об этом в комментариях сразу после того, как подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр, друзья, и удачи!